Здравствуйте! Вас приветствует компания ВС Украина с сюжетом о шнековом транспортере в лотке. Сегодня мы посмотрим отрезок работ по производству металлического желоба для конвейера, а также сам конвейер в сборке. Винтовые транспортеры в лотке эффективно используются в сельском, фермерском хозяйстве и промышленности для транспортирования сыпучих и крупнозернистых материалов, а также жидкостей. Шнековые конвейера в лотке специально спроектированы для эксплуатации на открытом воздухе. Такие устройства могут перемещать сыпучие материалы, луку, сахар, сахарную пудру, зерно, стружку, резиновую крошку, как по ровной поверхности, так и с углом вплоть до 30 градусов. Винтовые конвейеры в лотке способны перемещать продукцию на длину более 100 метров за счет своей модульной конструкции. Крышка транспортера изготавливается из оцинкованного листа металла и изогнута таким образом, чтобы избегать попадания воды внутрь при использовании на улице. С одной стороны желоба будет находиться загрузочный бункер или отверстие, через которое на шнек подается сырье. При помощи редуктора и двух муфт электродвигатель приводит винт в движение. Вращаясь, его витки захватывают транспортируемое сырье и перемещают его по всей длине желоба. С другой его стороны находится разгрузочное отверстие, через которое зерно попадает по назначению. В желобе может быть разное количество разгрузочных отверстий для одновременного заполнения нескольких емкостей потребителей сырья. Главный рабочий узел шнекового конвейера «Шнек» закреплен в закрытом желобе при помощи опор. Листовая сталь является основным материалом желоба. Опоры, оснащенные подшипниками, удерживают винт по краям, а также на промежуточных участках. Шнек имеет спирали стали непрерывной длиной до 3-4 метров. Главной характеристикой шнекового транспортера является его производительность. Ее оценивают в количестве груза, которое конвейер способен переместить за 1 час. Базовые модели конвейеров имеют производительность от 2 до 100 тонн в час. Самые мощные промышленные шнеки перемещают до 200 тонн в час. На производительность также влияет диаметр желоба, в котором вращается шнек. Наиболее распространенными диаметрами, которые используются в винтовых транспортерах, являются 100, 150, 200, 250 и 300 мм. При подборе транспортера следует обратить внимание на плоскость, в которой предполагается перемещение зерна. Если его нужно передвигать под углом вверх, производительность будет уменьшаться пропорционально углу наклона желоба конвейера. Благодарю за просмотр и приглашаю вас посетить официальные сайты компании, ссылки на которые размещены в описании под видео. А сейчас я буду с вами прощаться. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok